МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокие технологии в медицине. Первый пациент, который прошел инновационное лечение, избавился от паралича и сейчас может самостоятельно ходить. Оплата проезда с допомогой смартфона в громадском транспорте Гомеля укороняют новую послугу. А сейчас об этом и иншим больше подробностям. Наведение парадки на сельгаз-объектах, технологическая дисциплина, выплата достойной заработной платы, подрихтовка техники давясь новых полевых работ. Это и многие иншие актуальные вопросы были в центре уваги специалистов по часу областного семинара на Рады. Он пройшел в Добружском районе. Обогученных в основах, заувагах и планах – сюжет наших корреспондентов. Практичная частка семинара на Рады началась с наведывания молочно-товарной фермы «Рассвет» открытого акционерного товариства «Жгунская». В Добружском районе самый высокий по регионе процент ферм, побудованных еще в середине минулого ста года. Усяго у 13 сельгаз-организаций района прикладно 60 ферм. Массово узводить новые – затратно. Тому треба наводить порядок уяснуючих. Починать с минимального, наприклад, с належного санитарного стану у господарках. Конечно же, эти фермы, как сказал глава государства, надо приводить порядок, налаживать трудовую дисциплину и получать продукцию. Нам удалось это сделать, но, наверное, не в полной мере. Надо еще дорабатывать. И мы по-новому взялись опять эти фермы реанимировать. Работники должны работать в нормальных условиях. Это тщется как техники безопасности, обеспечения необходимым инвентаром и вопроткой, так и своечасовые выплаты адекватной зарплаты. У сельгаз-галения Добружского района средняя, прикладно, 600 рублей. А как бы она росла, господарки должны быть загружены. Нам самое главное, чтобы сберечь людей, чтобы люди нормально шли в сельское хозяйство работать, чтобы шли на предприятия работать. Поэтому мы показываем руководителям района, инженерной службы и всем остальным заинтересованным, что не надо сильно много больших вложений, ведь база-то есть. Просто эту базу надо привести в соответствие ей. Больше ничего. Зараз в регионе рыхтуют до основных полевых работ агрегаты. Летость, когда поделить всю купленную сельгаз-технику на колькость господарок, то на каждую пришлось, прикладно, по 8 новых одинок. Это у тем лику гляба, працавшие кормо-уборочные машины. Все пассивные агрегаты должны быть подрыхтованы до первого сыковика. Акценты на другого рынка. Размова об тем, как агросервисы в области давали другое житет технице, которая выпрацевала свой ресурс. Ее можно ремонтовать и затем продавать на полову тоней, чем новую, пришим с гарантой на год. Зараз агросервисы четырех районов займаются такой работой. Задача – долучить до этой деятельности усею, снуючая в области. Пришим вертать до працы необходимы не только сельгаз-машины, а и вузлы, механизмы и детали. Вторичный рынок должен жить. Но для этого надо еще потрудиться с рекламой, с биржей, с ярмарками, то есть с представлением этого ресурса на рынке. Дарыши селита площадь для засухоустовливых культур у регионе повелишись прикладно на 10%. Акцент на просо и кукурузу. А пошня культура селита займя около 350 тысяч гектаров палетков. Работаем с такой культурой, как просо. Она даст нам также хорошую прибавку кормам. Ну и непосредственно, конечно, наша культура – это кукуруза, которая будет размещена на 350 тысяч гектар. Из них 79 тысяч – это на зерно. Зерно нам нужно для птицеводческих предприятий, свинокомплексов и, естественно, крупнорогатого скота. Что до инших засухоустовливых культур, то Раши не примут весной после обследования азимых. В целом азимую сяубу провели амаль на 300 тысяч гектаров. Под Яровой запланована амаль вдвоя больше. Марина Джала, Валерий Хапанько, отель радиокомпании «Гомелес» Добрушского района. У Гомельской области укоранили новый способ лечения позвоночника. Для этого фрагмент органа надруковали на 3D-принтеры. Первый пациент, который прошел инновационное лечение, избавился от паралича и сейчас может самостоянно ходить. Этот опыт стал первым для Беларуси, худко его представить на международной конференции. С гомельскими нейрохирургами и их пациентом познайомились наши корреспонденты. Вот похолодало, надо печку протопить. Еще несколько месяцев тому пенсионер Станислав Робянок не мог рухаться. Сегодня спрытно принимает вязанку дров, доглядая вязковую господарку и головная может ходить. Таких простых речей у Яго-Амаль позбавила старая травма. Падение с велосипеда, перолом шейного позвонка, а затем срушение и паралич. Под осенью уже ухудшение началось и плохо, плохо, плохо. Руки начали не чувствовать, ложку не мог держать даже, ходить. Сложность в том, что там до мозга миллиметры где-то. Выращивать проблему могла операция, але только ювелир на якости. Один миллиметр убог мог привести до смерти пациента. За справу выращили узяться гомельские нейрохирурги. А как спрогнозовать кожный крок операции, выкористовывали махчимость АйТи. Была изготовлена данная 3D-модель, которая нами использовалась во время операции. То есть мы видим, где находится смещенный позвонок. Мы видим отверстия, через которые проходят сосуды. Пластмассовая модель позвоночника целиком повторила травму пациента с докладностью до миллиметра. На друг спотребились сосудки. Але это дозволило хирургам ящода операции поднимать в руках травмированный орган и сплановать лепший сценарий лечения. Этот метод позволяет более быстро сделать операцию, детально разобраться в сложных участках и зонах. Больше дает информацию для хирурга, для оперующего. Ему легче принимать решения, он меньше сомневается и более безопасен для пациента. С учетом того, что все наши операции малоинвазивны, через небольшой разрез, ориентируемся на только определенные участки зоны. Предоперационное планирование, эта печать позволяет увидеть, что находится за теми фрагментами, которые уже ранее открыты. Спочатку медики шукали программы, которые допомогут перевести с дымки компьютерной томографии в трехмерный формат. У вас обец смелую идею допомогли в Институте механики металлополимерных систем имя Белого Национальной академии наук. У Саковику свой поспеховый опыт гомельские нейрохирурги представят на международной конференции. Одночасово плануют укранение новых методов оперативного вмешания с 3D-друком. Так, в ближайшем будущем начнут практиковать уведение винтов у человеческой кости с использованием индивидуальной навигационной матрицы 3D-злепка опорного комплекса позвоночника. Ганна Каральчук, Ганна Ковалева, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства «Телена Вин». Можно покинуть дома гроши и банковскую картку. Головное – не забыть смартфон. «Гомель» стал первым областным центром краины и другим городом в Беларуси, где корыстальники громадского транспорта смогут различиваться за проезд с допомогой QR-кода. Новая система называется «Оплатти». Сегодня выполнится у простоте и зручности сучасной формы оплаты, смогли журналисты. Новая система особливо засекавила молодых пассажиров. И они ж любят все сучасные технологии. Делится первым опытом працы у неазвышным покур для «Гомеля» формате кондуктор Валентина Выступова. Жанчина худко освоила тонкости новой формы оплаты. Бо проверка виртуальных билетов ожитивляется так само с допомогой QR-кода. Спрашивают, что да как. Я говорю, сначала скачиваем приложение оплатить с Play Market, регистрируемся, как и в обычном аккаунте все. Многие сидят, прямо едут и скачивают. Капкористация сервисом, перш-наперш треба усталевать додаток о плате на смартфон и пополнить электронный кошелек с карты любого банка. Затым при проезде у автобусе навести смартфон на один с размешанных у салони QR-кодов и одним натиском оплатить проезд. Такие технологии важны тем, кто ежедневно пользуется мобильными телефонами, те, кто хотят как-то отличаться от других, наверное, и оплачивать уже современными методами. Но в то же время у нас на сегодняшний день любой другой пассажир позволит себе оплатить проезд удобным ему способом, в том числе наличными деньгами. Экосистема Белинвестбанка о плате – альтернатива карткам. Цекава, что с допомогой додатку можно не только оплачивать проезд у громадским транспорте. Это усяго только крок в развитии нового уникального сервиса. В первую очередь, это возможность дать клиенту рассчитаться QR-кодами в тех предприятиях торговли сервиса, которые поддерживают принятие платежей по данной технологии. Додаток о плате распознает код на отлеглости до двух метров. Вы видите, что в автобусе нету никаких специальных устройств, нету ни валидаторов, ни компостеров, ни еще там чего-то. Все построено на том, что мы применяем смартфоны пассажиров. В автобусе есть только вот такие наклейки и наклейка, есть такая же бэджик у кондуктора. Этого достаточно для того, чтобы купить билет, оплатить проезд и проверить его. Гомель – другий, пасля Минска город по колькости перевозок пассажирую громадским транспортом. Что день – это коля 280 тысяч человек. Тому новый сервис, без сомнений, будет запотребованным. По куль, по QR-кодах, можно оплачивать проезд у двух автобусах. И они будут съездить по разных маршрутах, чтобы познакомиться, как много больше гомельщин с новой послугой. Затем технология оплаты и проверки появится во всех автобусах. Марина Джалаев, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Народная традиция, классичная и на сучасный лад. У Гомеля отбился другой открытый международный фольклорный конкурс «Промень». Организаторы фесту, городский центр культуры и продюсерский центр «Ягорова гора». Номинации охапили усе баки музычной народной творчести. Лепших солистов и коллективы вызначали у некоторых номинациях. Вокальное мастатство, инструментальное, хореографичное, синкратичное и смешанные виды. Выконывалися як самобытные фольклорные творы, так и опрацованные. Международный статус фест на БУ гэтым годзе. Удел приняли коллективы из России и Украины. Хочется подяковать организаторам, потому что, видите, складаны сегодня в современном, будем сказать, в этом стане, сделать международный фестиваль, найти сроки, запросить коллективы. Поспехов к фестивалю и протягу, нехай он ширится больше, я маю на увазе географию, ну и прославляет нашу родину. Это же наши песни будут звучать. Самую высокую из нагару до конкурсу завоевал коллектив «Инклюзивная творча с себя селка» Мазырского районного центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации. А кроме каштонных подарунков, уладальник Гран-Пры отримал макшимость принять удел у одним из концертов фольк-проекта Ягорова гора. Помолчать и подумать. Гомельский мостак Олег Боклах запрашает на свою персональную выставу графики. Экспозиция представлена у музея-автографа Центральной городской библиотеки имя Герцена. На черно-белых работах мудрогие листовые явы, навеянные автору его подсвядомостью. Максима тому мостак назвал выставу «молчанием». На его думку, глядачу треба предоставить свободу у роздумах каля кожной из работ. Видать, извышайно, мостак подходит, начинает рассказать, я хотел там тое сказать, гэто сказать. А тут особливые темы такие огульные, достатково, с размытыми контурами. Ось, и глядач, подходит до твора, и он разглядая, выходит в контакт, нечто свое спробует отшукать. Олег Боклах начинал творчую деятельность с живопису. Опять годов тому открыл для себе привабность графики. Его работы наполнены самыми разностайными элементами, что дает глядачу простор для разважания и формирования пылных асоціаций. У аматоров мостакства есть возможность ознайомиться с экспозицией до первых асаковиков. Гэты и иншая новина, информация о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершенный. Усего доброго і до зустрічі у ефіра. Ефір телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В «Гомеле» п'яные мужчины избили директора кафе, который сделал им замечание и попросил не приставать к девочкам-подросткам. Нападавших разыскивает милиция. В субботу около 6 часов вечера в одном із кафе мужчины, сделав заказ, стали цепляться к девочкам-подросткам, присев за их столик. Когда те собрались уходить, мужчины начали срывать с них куртки. В этот момент генеральный директор кафе, находившийся в зале, вмешался в конфликт. Мужчины предложили защитнику поговорить на улице. Нажимать тревожную кнопку никто из персонала не стал. Драка началась прямо на крыльце. Мужчина избивал директора, пока тот не потерял сознание. Нападавшие вскрылись. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Небольшие морозы и открытая вода манит браконьеров-сетевиков. За прошлую неделю в республике госинспекторы охраны животного и растительного мира выявили 40 нарушений правил рыболовства и изъяли более сотни сетей общей длиной около 4,5 километров. В большинстве случаев нарушителей успели остановить еще до того, как они нанесли существенный вред природе. На озере Червоное в Житковичском районе два местных жителя оборудовали для лова рыбы свою деревянную лодку мотором и связали сети в одну полукилометровую. Браконьеров задержали сотрудники Гомельской областной инспекции в тот момент, когда они вытягивали сети с рыбой из воды. При этом им удалось добыть рекордное количество озерно-речной рыбы общим весом 230 килограмм. Данными гражданами был нанесен вред окружающей среде общим размером 300 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 8100 белорусских рублей. По факту незаконного рыболовства возбуждено уголовное дело. Обоих сетевиков поместили в изолятор, им грозит штраф и до 6 лет лишения свободы. Еще для одного рыбака жителя Гомельского района поход на водоем закончился весьма печально. Мужчина утонул. Всему виной тонкий лед и пренебрежение правилами безопасности. Инцидент произошел на озере возле деревни Годищево. Водолазы пожарного аварийно-спасательного отряда извлекли тело в 50 метрах от берега. Также лед на прочность решил проверить и житель городского поселка Октябрьский. Пенсионер утонул в месте, где глубина реки составляет 60 сантиметров. В первом случае 68-летний пенсионер, житель Гомельского района, вышел на лед водоема с целью рыбной ловли со льда. Лед его не выдержал, он провалился под лед, пытался выбраться сам, однако ему это самостоятельно сделать не удалось. Рыбак, который пытался помочь с берега это сделать, не успел. В итоге рыбак утонул. Во втором случае при прогулке с собакой вдоль небольшой речушки в городском поселке Октябрьский 63-летний мужчина упал в водоем и утонул на глубине 60 сантиметров. Хотелось бы обратиться к жителям Гомельской области. что низкие температуры держатся всего лишь несколько дней. Лед не набрал необходимой толщины не менее 7-12 сантиметров, поэтому является слабым и может не выдержать человека. К сожалению, такие случаи заметно участились. Буквально сегодня утром чудом удалось избежать трагедии в Брагинском районе. На Поповском озере Гомельчанину из воды помог выбраться его приятель. Рыбаки заранее надели спасательные жилеты и взяли с собой веревку. По линии ГАИ за два выходных дня зарегистрировано 42 дорожно-транспортных происшествия. В трех из них были травмированы пешеходы, среди них один несовершеннолетний. ДТП произошло в субботу на улице Первомайской в Жлобине. Девочку вместе с матерью не пропустил микроавтобус, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации в городе Жлобине водитель автомобиля ГАЗ выехал на запрещающийся сигнал светофора и совершил наезд на девочку 14 лет, которая переходила проезжаясь дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающийся сигнал светофора. С травмами ребенок был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. В этот же день на улице Пролетарской в Мозыре 52-летний водитель управляя автомобилем Деонексия также не остановился перед зеброй и совершил наезд на 65-летнего мужчину. Пешеход госпитализирован в травматологию Мозырской горбольницы. В воскресенье 73-летний пенсионер Нары Номеган в Гомеле на пешеходном переходе по улице Юбилейный сбил 53-летнюю женщину после оказания медицинской помощи в областной больнице пострадавшая отпущена домой. И последнее. В двух километрах от деревни Вижны Светлогорского района охотник обнаружил целый схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения сперва одного снаряда выехали сотрудники райотдела милиции и саперно-пиротехнической группы войсковой части 55-27 внутренних войск. Саперы осмотрели предмет. Им оказался артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который стоял на вооружении у советских войск калибром 105 мм. В то время, как его доставали, обнаружили еще один снаряд. В дальнейшем в ходе осмотра территории диаметром 30 метров было обнаружено 17 аналогичных предметов. В общем, 18 артиллерийских снарядов было вывезено на специальный полигон и уничтожено. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сыграны поединки 14-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Центральный матч этого отрезка чемпионата все авансы оправдал. Гомельское дерби удалось. Первый тайм игры между ВРЗ и БЧ вместил в себя три гола и незабитые пенальти. Железнодорожники вышли вперед уже на второй минуте, а к шестой преимущество удвоили. Отличились Казак и Жариков. На десятой вагоностроители упустили возможность сократить отставание промахнувшись с точки. На 14-й минуте взятие ворот БЧ все же состоялось. Новичок вагоностроителей Кирилл Осиновский отметился первым голом за ВРЗ. Во втором тайме железнодорожники всеми силами пытались удержать свое преимущество. Вагоностроители отыграться и возможно вырвать победу. Спортивная фортуна была на стороне последних. Играя в пять полевых ВРЗ в концовке все-таки сравнял счет. Пас с Селюка на клочко угодил в угол ворот Стремилова. В итоге 2-2. Очко для нас в этом по ходу матча по ходу особенно второго тайма для нас наверное добыто. Хоть мы и пропустили в конце но я считаю, что нужно быть объективным и по развитию событий во втором тайме совершенно мы так как-то не успевали за соперником поэтому то, что соперник забил это как следствие его активных действий и я считаю, что победу мы не заслуживали в этом матче. Хотели победить сегодня однозначно но с учетом тех событий что развивалась игра мы проигрывали 0-2 ну ничего страшного вылезли я думаю это тоже положительный результат если учитывать то, что мы проигрывали 2-0 хотя еще раз повторю что момента у нас было более чем предостаточно что в первом тайме что в втором. Светлогорский ЦКК со счетом 3-14 уступил столичной охране Динамо и покинул зону плей-офф футбольное межсезонье в самом разгаре по традиции каждую тренировочную неделю клубы завершают спаррингами гомельский локомотив Бобруйский уступил местной Белшине 1-2 Речицкий спутник в Гомеле с таким же счетом проиграл Могилевскому Днепру ожидаемо высокий зрительский интерес вызвал поединок между Гомелем и Мозырьской Славией К сожалению классическое областное футбольное дерби последних лет в ближайшем сезоне возможно только на товарищеском уровне или в розыгрыше Кубка страны Тем не менее противостояние Гомеля и Славии это всегда принципиально Болельщики заполнили трибуны крытого манежа стадиона Луч Первый тайм получился равным соперники создавали опасные моменты однако до взятия ворот дела так и не дошло После перерыва как это традиционно и бывает во время спарринга в составах обеих команд произошли массовые изменения Иван Биончик выпустил на поле молодежь а его визави Михаил Мартинович продолжил обкатывать потенциальных игроков основы Как результат мы зря не менее чем за 20 минут игрового времени оформили крупную победу 4-0 Тренерский штаб детализирует максимальный тренировочный процесс и очень интересно очень интенсивно и поэтому поэтому двигаемся я думаю что первые два матча вы присутствовали были такие качественные и по содержанию и по результатам в принципе поэтому с хорошим строением двигаемся дальше У нас прошел только первый тайм так скажем первый сбор он был базовый направлен на общую физическую подготовку поэтому мы его выполнили сейчас будем готовиться уже в других условиях немножко ну и другим так скажем над другими качествами работать В конце недели мозырская команда отправляется в Турцию где проведет месячный тренировочный сбор во время которого сыграет 6 товарищеских поединков футбольный клуб Гомель продолжит подготовку к предстоящему сезону дома в воскресенье 16 февраля запланирован спарринг с Держинским арсеналом матч состоится в крытом манеже на стадионе Луч Гомельская энергия вернулась в тройку лидеров чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд на домашней площадке дружина Дмитрия Лихорада обыграла Витебский марковый ГТУ старт первой партии получился нервным для хозяев однако они сумели взять себя в руки и довести ее до победы у болельщиков было еще больше однако в концовке энергетики все же взяли свое 25-23 в третьем сете хозяева сомнений в своем превосходстве не оставили 25-16 и третья строка в турнирной таблице уже в ближайшую среду очередной домашний поединок 12 февраля энергетики играют с Борисовым БГУ ФК на этом пока все с новостями спорта ознакомил Максим Савин оставайтесь на Беларусь 4 Юрия